Многие нейробиологические теории возникновения депрессии на протяжении последних 40 лет большое значение уделяли дефициту различных медиаторов, химических веществ, с помощью которых передается возбуждение от одной нервной клетки к другой. В настоящее время известно более 30 медиаторов. Главное отношение к депрессии имеют три – норадреналин, серотонин и дофамин. Серотонин, известный в народе как гормон счастья, давно и прочно вошел в лексикон психологов и их клиентов. До недавнего времени люди были уверены, что их состояние напрямую связано с пониженным содержанием этого вещества в организме. Однако эта версия подверглась сомнению после того, как специалисты из Университетского колледжа Лондона раскрыли истинное влияние низкого уровня серотонина на развитие депрессии. Согласно результатам исследования, пониженное количество этого нейромедиатора не способно вызвать депрессивное расстройство. Кроме того, современные антидепрессанты, представляющие собой ингибиторы обратного захвата серотонина, также не лечат это заболевание. Нельзя однозначно утверждать, что снижение уровня серотонина это единственная причина депрессии. Уровень серотонина часто определяют в крови, но надо учесть, что основной источник серотонина в нашем организме это клетки в желудочно-кишечном тракте, то есть именно на периферии производится огромное количество серотонина. Невозможно судить об уровне серотонина в мозге по его концентрации в плазме крови, а результаты таких клинических исследований неоднозначны. В ходе работы ученые проанализировали 17 более ранних обзоров, проведенных более 10 лет назад и состоящих из десятков отдельных исследований. Научные сотрудники заметили, что нет никакой разницы в уровне серотонина здоровых людей и людей больных депрессией. Кроме того, искусственное снижение количества серотонина в организме у здоровых испытуемых не привело к развитию у них депрессии. В долгосрочной перспективе антидепрессанты даже способны оказать противоположный ожидаемому эффект. Антидепрессанты имеют множественные побочные эффекты как раз за счет в основном влияния на периферические структуры и при длительном использовании. Может развиться так называемый серотониновый синдром, то есть в результате значительного повышения уровня серотонина. В мозге это приводит к повышению возбудимости, к тревожности, к двигательным нарушениям, а также вегетативным синдромом. Это и боли в животе, диспепсия, а также тахикардия. По словам ученых, популярность теории о химическом дисбалансе связана с увеличением приема антидепрессантов среди населения, которые не всегда являются эффективным способом лечения заболевания. В будущих исследованиях ученые хотят установить более универсальный способ терапии депрессивного расстройства.